Дезинфекция Каждый день сотрудники управляющих компаний проводят дезинфекцию многоквартирных домов. Входную группу и первый этаж тщательно моют, используют специальные средства. Дезинфекция осуществляется средствами, содержащими хлор, поэтому жители чувствуют специфичный запах. Эта дезинфекция проводится, повторюсь, на 6077 подъездов. Очень большой объем работы, но наша управляющая компания эту работу делает каждый день. Жители сразу нескольких жилых домов обратились к главе округа с тем, что в их подъездах не проводят дезинфекцию. Ничего не происходило, они просто расписывались, потом пожаловались. Они просто стали капать хлоркой. Запах хлорки есть, а толку никакой. Глава лично проверил все адреса, откуда поступили претензии. И выявил ряд недочетов. Все они будут устранены. Также к приему работ по дезинфекции планируют привлечь старших по дому и инициативных жителей. Будем контролировать эту работу и дальше. Всем заместителям моим будет поручено на этой неделе в своем графике объезжать подъезды, реагировать на все вот такие замечания от жителей. Действительно, люди могут не видеть уборку, потому что хлор выветривается через несколько часов, а уборка проходит в определенное время. Поэтому нам нужно больше информировать жителей о том, что действительно все под контролем. Там, где есть какие-то западания, выезжаем, мы подправляем. И хочу обратиться к жителям, быть такими же активными. Также писать нам в социальные сети, на мою страничку, на электронную почту, в Добродел. И указывать адреса, по которым нужно наше дополнительное внимание и особый контроль. Валентина Берзина выходит из дома всего лишь на 10 минут, чтобы сделать небольшой круг и вернуться обратно. В 74 года ей нужно беречься. И она неукоснительно соблюдает все правила. Я всем советую, лучше посидеть дома. Мы всегда найдем. Я вижу, у меня очень много внуков, и правнуки есть, и правнуки, внучатые есть. Сижу, вижу. Но дома-то всегда дела найдутся. Так что лучше пересидеть. Валентина Ивановна признается, что не хватает общения. Но это временно. Она уверена, если каждый будет соблюдать правила личной гигиены и меры профилактики, вирус получит достойный отпор. Конечно, скучно. Тут и выйдешь, и посидишь с своими подружками, и поговоришь все. Но жить хочется, стараюсь соблюдать все, что нам правительство сказало. Сидеть дома. Чаще мойте руки, старайтесь избегать мест с большим скоплением людей. Откажитесь от общественного транспорта и без необходимости не выходите из дома. Не пренебрегайте советами специалистов. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».